всем привет сделал тут перерыв видео больше для заказчика но и отдельные моменты когда спрашивают по хранению бритв по консервации всему прочему первый экземпляр сумбурная на что-то в голову пришло я вообще не снимаю но тут можно и снять пару моментов max fly 3000 как-то с японскими бритвами не особо знаком убрал всю коррозию больше полу реставрация такая бритва была частично уже кто-то их там до этого делал вот такая оправа светлая как и просили без изысков но по-моему сюда очень хорошо подходит бритва хорошая следующий экземпляр вы бачер следы не стал тут ничего разбирать потому что есть следы небольшие потемнений ну как бы это уже драконить смысла я особого не вижу и вот на примере этой бритвы хотел бы тоже отдельно упомянуть здесь вот примерно в этом месте не миллиметр ширину темное пятно было то есть когда-то попала влага либо что-то содержащие какие-то кислоты не кислоты ну скажем так может даже не чистая вода с той же мыльной пеной или еще что-то и она осталась и проела кромку насквозь саму острую часть пришлось довольно долго все это убирать то есть моменты также вот в этих местах даже приходит дальше там покажу бритва новое сохранение но вот здесь налет если его сразу не убрать все равно влага попадает это получается как губка влага удерживается она проедает именно внутрь то есть она какой-то токисел но не на всех экземплярах но есть такое также острие не стал здесь затуплять в принципе его при желании сам владелец сможет спокойно провести несколько раз по камню и убрать если будет самый острый угол мешаться перед консервацией вот чем с клинами сложно бывает работать такая сторона была эта сторона была здесь пришлось немного менять геометрию фаски ширина вот это она и была уже то есть бритва затачивалась кем-то а вот с обратной стороны почему-то здесь была очень сильная за линзовка такое ощущение что человек который когда-то и пользовался по одной стороне проводил слабо по ремню возможно с пастой скорее всего а по обратной уже очень сильное усилие давал поэтому получилось что одна сторона фактически плоская за округлением самой кромки а вот с обратной стороны такой конвекс довольно приличный ну и с клинами конечно это все исправлять довольно долго и не очень то и просто бритвы уже даже после ремня это уже финиш резать я ничего ими не собираюсь волоски стругать не вижу смысла затем интересный экземпляр тир и сар это уже из так понял современных относительно современные экземпляры что хочу по нему сказать здесь также коррозия почистил она была на спинке и здесь и оставил не знаю покажет не покажет постараюсь показать сейчас это дело уберу вот в этих углублениях во первых они очень сильно царапают ремень острый во вторых здесь если не убирать влагу тут видно все желтое следы коррозии что с одной стороны частично на зубчиках что с другой то есть вот эти вот бритвы когда идет плоская спинка и очень острый угол внешний вид ремень конечно они очень сильно бодрят скажем так не дают ему гладкости в общем это не очень хорошо и такой момент здесь были глубокие риски на носике очень большие сколы при увеличении риски скорее всего от крупного абразива возможно кто-то пытался подправить на камне или на наждачной бумаге не знаю но в общем бритва с такой тонкой кромкой особенно вот это она очень подвержена сколом даже исправлять геометрию я считаю что надо какой-нибудь камень двухтысячника трехтысячник но если хорошие камни а то и подольше поработать на каких-то мелкозернистых абразивах нежели переходить на сначала на крупные она идет сколы и микротрещинки по кромке которые в дальнейшем выползут при бритье либо при правке на ремне есть такой момент тоже надо учитывать но это не на всех бритвах но встречаются такие моменты так что если кромка тонкая ширина большая идет вот видно сама кромка широкая также уже и было то есть смысл это все подольше но на очень тонких абразивах чтобы не было таких проблем ну и также в процессе использования капнуть лишний раз масло вот сюда на нем не мешает здесь она не будет мешаться но периодически капать масло чтобы под пином не появлялась коррозии это такие моменты вроде мелочи них часто забывают если вода попала можно просто просушить это дело феном обычно ну и также капнуть масло это у нас волк и петух без шефилд в общем по заточке ничего сложного но свои моменты я говорю еще раз с грубыми камнями очень интересный экземпляр приехал это он с хранения был полностью не затачивался сейчас кромка ширина тут она совсем тоненькая так как позволяет бритва она была сведена можно сказать как говорится в ноль но не знаю мне в экран фотоаппарата плохо видно кромку она такая не знаю этот 02 03 может миллиметра максимум отличная бритва фридрих хердер туз так называемый пиковый туз этот экземпляр с америки к владельцу приехал так что отличная бритва у меня не были несколько раз только но не такие старенькие тоненькие узкие скажем так 5 восьмых 4 восьмых шире не было ну и по стали вообще без нареканий отличная отличные экземпляры что могу сказать ну и внешне конечно это все симпатично кость вставлена в принципе этом при желании можно сделать но это занимает определенное время что экземпляры очень интересные займусь сейчас чисткой зубчиков слегка но и смазку и соответственно на днях уже отправлю владельца еще раз повторюсь видео больше для владельца но и отдельно такие моменты вроде все сказал по поводу использования пару капель масла чистить вот кстати хотел показать вот здесь изначально здесь будет хорошо видно есть такой налет он уже почищен он был темного цвета довольно объемный но если на микро уровне все равно здесь вода попадет она пропитается как губка впитывается будет и все дальше и дальше туда будет проникать потом это все грязь перейдет под пин начнут вот эти места корродировать но в общем это никого не надо проще капнуть сюда масло такие моменты незначительные но в дальнейшем они приведут к нехорошим последствиям ну и в общем то наверное все что хотел сказать по по бритвам по бритвам да пока как-то нет времени на свои экземпляры слишком много всего выставлено что-то еще буду делать ну пока никогда через месяц-два уже наверное будет не особо но в общем всем удачи всем пока